МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обстановка с пожарами и гибелью людей на территории города Барановича и Барановичского района остается очень сложной. Так, по состоянию на 16 ноября текущего года в огне погибло 13 человек, произошло 89 пожаров. К сожалению, как и прежде, статистика фиксирует, что большинство погибших людей в огне – это люди, которые курили, находясь в нетрезвом состоянии. Таким образом, подвергая опасности не только себя, но и жизни своих окружающих. Естественно, тема борьбы с огнем, борьбы с пожарами, она актуальна на сегодня не только у нас в городе Народина, но и в целом в республике. Поэтому министерством по чрезвычайным ситуациям проводится ряд профилактических акций. Ведь лучше научить рассказать, чем потом прибыть на ликвидацию и уже оказывать помощь. Так, с 14 октября по 16 ноября текущего года в республике проходила акция «За безопасность в месте», призванная снизить количество пожаров, прежде всего от неосторожного обращения с огнем, рассказать нашим гражданам о тех возможностях, которые предоставляет государство в сфере обеспечения пожарной безопасности, в сфере оказания противопожарных услуг. Также мы провели в рамках акции ряд очень важных рейдов совместно с органами внутренних дел. Это прежде всего рейды по чердакам, подвалам, по зданиям, где допускается несанкционированный доступ посторонних лиц. Тем более это очень тема актуальна в связи с прошедшими недавно трагическими случаями с детьми в городе Могилеве. Также мы проверили семьи многодетных, еще раз ветеранов, одиноких, одиноко проживающих. То есть всех людей, которые нуждаются в социальной поддержке. И я думаю, что вот эти меры позволили еще раз обратить внимание всех на то, что вот это высказывание «Мой дом, моя крепость» они должны быть не просто словами, но именно, скажем так, таким постулатом, которым должен руководиться за каждый. К сожалению, как я уже говорил, из семи человек, которые погибли непосредственно в городе Барановичи, пятеро находились в очень сильной степени алкогольного опьянения. Причем это не просто до одной промилле, это и три, и четыре, и семь промиллей, и два. Но это достаточно много для того, чтобы не просто даже среагировать на возникновение пожара, не говоря уже о том, чтобы эвакуировать кого-то. В этой связи, а сегодня более тысячи пожаров в республике происходит из-за неосторожного обращения с огнем при курении, уже сегодня больше двухсот человек погибло из-за курения, находясь в нетрезвом состоянии. Поэтому начатая 15 ноября текущего года очередная акция «Не прожигай свою жизнь», она и направлена прежде всего на предотвращение курения, как правило, в нетрезвом состоянии. Ведь все мы понимаем, что выпивший человек, он подвергает опасности не только себя в случае возникновения пожара, это и дорожно-транспортное происшествие, это и несчастные случаи, это, конечно же, и гибель от отравления алкоголем. В этой связи мы разбили свою акцию, которая будет проходить до 1 декабря в четыре этапа. Так, 15 ноября текущего года наши сотрудники поработали на маршруте безопасности, так называемом. То есть непосредственно в автобусах, на остановках раздали наглядную агитацию. Значит, в настоящий период с 15 по 22 ноября акция проходит в субъектах хозяйства, на предприятиях, в организациях. И участие нас, работников гороотдела по чрезвычайным ситуациям в заседании городской комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом, тому свидетельство. Значит, естественно, на следующей неделе, с 23 по 28 ноября, мы посетим все школы, вузы, СУЗы, для того, чтобы поработать с детьми, для того, чтобы тоже обратить внимание их на эту важную проблему. Ну и завершится акция 1 декабря традиционно флешмобом и, значит, участием в массовых наших мероприятиях, непосредственно уже на площадках города, это, как правило, возле кинотеатра «Октябрь» и торгового дома «Радуга». Я думаю, что все вместе, уважаемые горожане, исправим ситуацию в лучшую сторону. Я думаю, что лучше все-таки завязать с курением, конечно же, прежде всего в постели, эти деньги потратить на своих детей, купить букет цветов вашим любимым женщинам, и от этого, значит, предстоящие праздники будут светлее, радостнее, ну и жизнь наша будет безопасная и надежная. Надеюсь, что все мы вместе вот эту ситуацию исправим и сделаем нашу жизнь лучше, дабы не наносить ущерб себе, своим близким, ведь мы не являемся такими богатыми людьми, чтобы не заботиться о своем благосостоянии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!